Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутска сегодня» за режиссёрским пультом Мария Сунхалырова и Николай Слепцов у микрофона ведущей Сергея Лана Антонова. На этой неделе в Москве стартовал четвёртый всероссийский форум «Мой бизнес». Его участниками стали представители федеральной и региональной власти, институтов развития, коммерческих структур и многие другие. И, кстати, центр «Мой бизнес» приглашает сегодня москвичей и гостей столицы на тематический день предпринимательства в рамках выставки России на ВДНХ. Что войдёт в программу этого мероприятия, что интересного здесь можно будет увидеть и какие в целом образовательные программы может предложить на сегодня сам центр. Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостем нашей студии. Это начальник отдела образовательной поддержки Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Мой бизнес» Анна Ильинична Филиппова. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Ну что же, Анна Ильинична, давайте начнём наш разговор со статистики. Сколько человек вообще входит на сегодня в число предпринимателей у нас в Республике? Да, это очень интересный вопрос. Если говорить о Российской Федерации, то более 6 миллионов у нас зарегистрировано в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства. У нас в Республике более 143 тысяч человек зарегистрированы как представители, как работающие в качестве малого и среднего предпринимателя. Но ещё есть интересная статистика, то что более 45 тысяч человек на сегодняшний день зарегистрированы в качестве самозанятых людей. То есть можно говорить о том, что армия предпринимателей полнится? Полнится, да. Эта статистика у нас размещена на нашем портале мойбизнес14.rf. И вот мы ежедневно можем отслеживать увеличение количества и изменения этой статистики. То есть получается, что количество тех, кто занят в предпринимательстве, у нас увеличивается, и, следовательно, динамика идёт к повышению. К повышению, да, безусловно. Это очень радует нас. Давайте всё-таки обратимся к сегодняшнему дню. Утро в Москве, можно сказать, только началось, да, и началось оно очень интересно. Как будет день предпринимателя проходить в Москве на выставке на ВДНХ? Расскажите, пожалуйста, что запланировано? Сегодня 27 февраля, и в рамках международной выставки форума «Россия» на площадке ВДНХ Центр мойбизнес Республики Саха-Якутия, Министерство предпринимательства, торговли и туризма проводит День предпринимательства. И, конечно же, мы ждём наших гостей столицы, наших земляков, москвичей. Приглашаем посетить стенд номер 119 на площадке ВДНХ. Мы представим сегодня в рамках Дня предпринимательства программу, которая состоит из двух тематических мастер-классов. Первый мастер-класс встретит гостей ВДНХ уже с 9 часов утра. То есть буквально вот уже начата эта работа. До 12 часов это пройдут мастер-классы по резьбе по мамонтовой кости. Наши партнёры, это Мамонт Ворк Энд Гэллери, как раз организуют и проводят данный мастер-класс. Ну а с двух часов до четырёх часов вечера по московскому времени жители и гости столицы смогут посетить очень интересный мастер-класс по росписи керамики. Это проводят традиционно наши партнёры Камелёк. И каждый участник мастер-класса, конечно же, собой унесёт не только знание того, как это всё делается, но и свой сувенир на память. Также для тех, кто просто посетит наш стенд, нашу выставку, будут проведены и их ждут очень интересные национальные настольные игры, различные викторины и памятные призы о Якутии. Конечно же, всё это будет сопровождаться мультимедийным сопровождением. Чуть подробнее давайте поговорим о платформе, которая будет презентована. Да, вот очень хороший вопрос. Вы мне напомнили о том, что кроме того, что будет презентован турпотенциал республики, конечно же, акцент делается на то, что мы представляем маркетплейс, сделанный в Якутии, и знакомим посетителей выставки с якутской продукцией, которая представлена на маркетплейсе, сделанном в Якутии. Кстати, участником маркетплейса, сделанного в Якутии, можно стать предпринимателю, который сможет получить информацию на нашем портале, скачает заявку и предоставит своё желание разместить свою продукцию на данной торговой площадке. А вообще, кто является автором этого продукта, маркетплейса? Кто работал над его созданием? Ну, конечно же, скажу, что это наши сотрудники центра «Мой бизнес» и Министерство предпринимательства, а также все наши партнёры, которые вложили частицу своего труда, души, продукцию и представили её на данной площадке. Я предварительно посмотрела и видела, что он состоит из нескольких разделов, то есть можно кликнуть на определённый раздел и увидеть товары, которые идут по этому направлению. Я думаю, что многих предпринимателей интересует действительно, можно ли тоже стать членом вот этого сообщества, как вообще представить свои товары на этом маркетплейсе. Вообще это очень сложно, наверное? Я думаю, что это несложно. Если вот сейчас, вот прямо вот в настоящее время войти на наш портал, кликнуть «Торговая площадка сделана в Якутии», то, конечно, попадаете на условия, которые будут, которые предъявляются к участнику маркетплейса «Сделано в Якутии», и оставив заявку, можно стать его участником. Ну, сегодня, насколько я знаю, уже можно увидеть такие товары, которые можно назвать уже брендами нашей республики. Безусловно, да. Это и якутский хлебокомбинат, это и татыина, и производители в сфере строительства, ювелирная продукция. То есть всё то, что мы привыкли и любим покупать в наших магазинах, товары и продукции представлены и на этом маркетплейсе. Ну что же, мы продолжаем наш разговор, и теперь уже хотелось бы обратиться к образовательной части, да. Насколько я знаю, одной из бесплатных услуг, которые предоставляет ваш центр, мой бизнес, это разработка бизнес-плана. То есть это то, с чего, собственно, и начинается любое дело. Да, разработка бизнес-плана, такая услуга оказывается, это очень востребованная услуга, и бывает так, что после того, как она анонсируется, очень быстро заканчиваются возможности, то есть заявки принимаются и заполняются квоты. Данная, скажем так, востребованность, да, вот именно тому, кому пишется бизнес-план, кто... Это не означает, что за вас напишут, вам помогут написать с помощью тех, скажем, направлений, той сферы, где вы хотите открыть бизнес. И, например, для того, чтобы получить социальный контракт, это очень востребованная мера поддержки для населения республики сейчас, в данное время. И вот написание бизнес-плана для них очень, конечно, оказывает большую поддержку. А также мы проводим образовательную программу Азбука предпринимателя, основу предпринимательской деятельности, в рамках которых можно получить уже знания, собственные знания по тому, как правильно написать бизнес-план. А написание бизнес-плана будет полезно не только на старте бизнеса, но и на уровне его развития. То есть получается, что предприниматели, которые только начинают свое дело, они уже получают помощь от вашего центра. То есть это, можно сказать, продлится до года, а потом после года какую-то помощь они продолжают получать? Если говорить о комплексных услугах, да, у нас отдельно есть категории для предпринимателей до года. Это комплексные услуги в качестве тоже рекламы, упаковки, фотоконтента. А также для предпринимателей старше одного года, там даже перечень больше, чем до года. Это такие же комплексные услуги в более расширенном варианте. Они также у нас проводятся на конкурсной основе по определенным, конечно же, датам, срокам. О сроках и датах можно узнать на нашем портале. То есть следить за анонсами. Самое главное быть внимательным. Конечно, да. А также я думаю, что образовательные программы, конечно же, поддерживают на любом этапе, так как знания, они бесценны. А какие еще есть образовательные программы в вашем центре, да? Для кого они предназначены в первую очередь? И вообще, какие знания можно получить? Ну вот, отделом образовательной поддержки в 2024 году реализуется 21 программа. В прошлом году образовательной поддержкой мы охватили более 1800 человек по 23 программам. На сегодняшний день одной из самых востребованных программ является основа предпринимательской деятельности. Данная программа у нас проводится ежемесячно. А также, конечно же, азбука предпринимательства, школа предпринимателя и так далее. Эти вот две программы, они проводятся тренером, сертифицированным тренером корпораций малого и среднего предпринимательства. И слушатель получает именно сертификат от корпораций малого и среднего предпринимательства, что тоже очень ценится. Также в этом году для молодежи мы проводим отдельную программу «Я молодой предприниматель». То есть мы знаем, что молодой человек с 14 лет может уже заниматься бизнесом. И вот для тех, кто хочет организовать свой стартап, открыть свое собственное дело еще в молодом возрасте, мы проводим вот такую программу. А также для школьников очень большим спросом, популярностью пользуется Олимпиада по предпринимательству поколения бизнес. И летом мы приглашаем школьников на двухдневный бизнес-интенсив. Это бизнес-дети тоже очень большой популярностью пользуются. И детишки очень полезно и интересно проводят время в каникулярный как раз период. То есть они знакомятся с профессией предпринимателя? Конечно, да. Я думаю, что чем раньше школьники познакомятся и узнают, что есть возможность стать предпринимателем, открыть собственное дело уже начиная с 14 лет, у многих будет возможность раскрыть себя, свой потенциал. А вообще, на ваш взгляд, с какого возраста оптимально начать учить предпринимательство? Это детский сад, может быть, или школа? Ну, я думаю, что с детского сада нужно учить финансовой грамотности и обучение финансовой грамотности проводить в течение всей жизни. А вот именно предпринимательству, я думаю, можно начинать именно с 14 лет и чуть постарше, в зависимости от школьника самого, от личности молодого человека. У некоторых уже в 16 лет возникают идеи и конкретные бизнес-стартапы. У некоторых нужно чуть-чуть повременить, получить знания, образование. Тут у каждого своя дорога, свой путь предпринимательства. Хорошо. Ну, мы знаем, что этот год у нас объявлен годом семьи. А есть ли у вас какие-то программы, которые направлены именно для поддержки семьи? Может быть, для молодых мамочек, для мамочек, которые находятся в декрете? Может быть, для отцов? В целом, для семейного бизнеса? Что у вас есть? У нас ежегодно проводятся очень такие интересные программы. Конечно же, в год семьи они будут еще наиболее актуальными. Это образовательная программа «Мама-предприниматель». Это федеральная программа. Ее проводим уже шестой раз будем проводить в этом году. И вот, знаете, эта программа предназначена для мам, которые могут или хотят во время декрета, или вот когда, имея маленьких детей, начать свой бизнес. И под спорьем для таких вот мамочек, которые вдруг решили стать предпринимателями, леет такую мечту, это получение денежного гранта от 100 тысяч рублей. И возможность участия в федеральном конкурсе «Мама-предприниматель». Для пап, имеющих несовершеннолетних детей, мы проводим образовательную программу «Папа-предприниматель» тоже с получением денежного гранта на развитие или старт собственного дела. И программа у нас проводилась в ноябре месяце. Мы думали, что период, время какое-то неподходящее, что ли было выбрано, но программа имела большую популярность, и очень много мужчин, молодых пап хотели и приняли в ней участие. Ну вот, а для многодетных семей мы знаем, что особенно важно, если вот родители, имеющие несколько детей, многодетные семьи, хотят открыть собственное дело, вот для таких проводится программа «Малый бизнес для большой семьи». Вот в прошлом году у нас выиграла тоже семья Степановых, которые имеют свою спортивную школу, и они тоже получили денежный грант на развитие своего дела. И дальше, вот скажем так, радовать детей, взрослых, их спортивным досугам, вот именно организации спортивного досуга. Я думаю, что это просто замечательно. Очень интересно, да. А вот что сами предприниматели говорят о той помощи, которую они получают от вашего центра «Мой бизнес»? Вообще какая-то обратная связь есть от них? Мы вот с этого года планируем именно наладить системную обратную связь. А, конечно же, мы очень рады получить отклики и предложения, и пожелания от наших слушателей. Но вот очень бывает приятно, когда действительно оценивают нашу работу и выражают свои пожелания, как её улучшить, совершенствовать. Мы этому очень рады. А так вот на нашем портале в этом году мы планируем открыть свою собственную страничку отзывов от наших слушателей, где каждый может оставить свою оценку, свои пожелания по тому или иному образовательному проекту. И вы уже, опираясь на эти оценки, будете делать какие-то свои выводы, коррекции в работе, дополнять её и так далее. Хорошо. Ну, самое главное, мне кажется, надо отметить, что все услуги в центре «Мой бизнес» абсолютно бесплатные. И поэтому возникает такой вопрос. А вот не страдает ли качество консультации, например, из-за того, что вот вся эта работа делается абсолютно бесплатно для тех, кто решил начать своё дело? В принципе, вот в наш век, когда всё становится бесплатным, соответственно, вызывает вопросы. Центр «Мой бизнес» открыт именно в рамках реализации национального проекта развития малого и среднего предпринимательства целью поддержки и развития предпринимательства среди всех слоёв населения. И, естественно, в нашем центре работает отдел образовательной поддержки преподавателей, квалифицированные преподаватели, которые повышают квалификацию, являются тренерами корпораций малого и среднего предпринимательства. Конечно же, качество, оно должно быть высоким и соответствовать современным требованиям. То, что оно бесплатное, оно как раз для того, чтобы все смогли получить образовательную поддержку, информационную поддержку, имущественную поддержку в рамках работы Центра «Мой бизнес» Республики Саха-Якутия. И также напомню, что Центр «Мой бизнес» сотрудники работают не только в городе Якутске. В городе Якутске мы работаем по двум точкам. Многие предприниматели и желающие стать предпринимателями знают, что работает окно оказания услуг на улице Кирова, 18, блок Б, это рядом кино-синема. А также образовательная программа у нас проводится по адресу переулок энергетиков 2А. Кроме этого, в 27 муниципальных образованиях работают наши сотрудники, заведующие обособленными подразделениями Центра «Мой бизнес». И любой начинающий предприниматель, уже начавший свою предпринимательскую стезю, могут обратиться в улусные наши Центры «Мой бизнес» и получить полную консультацию. В том числе и по образовательным проектам. То есть здесь выполняется определенная задача стать ближе к предпринимателям из районов, а не только из Центра. Конечно же. Ну и, конечно, хотелось бы знать о ближайших образовательных программах, которые вы готовите для тех, кто хочет, мечтает стать предпринимателем. Если говорить об анонсах, то вот скажу, что в этот четверг у нас будет проводиться фокус внимания про IT-решения для бизнеса. Очень интересно, это в зале Сахамиди с 3 часов. Приглашаем всех предпринимателей познакомиться вот с этой темой. А также в марте у нас будет проводиться очень интересная программа «Начни свой бизнес». Традиционно основы предпринимательской деятельности и интересные вебинары про онлайн-инструменты. То есть как открыть и правильно использовать контрольно-кассовую технику. Приглашаем всех желающих. Спасибо за очень интересную и актуальную информацию, дорогие друзья. Сейчас мы прорвемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. А я напомню, что сегодня гостем нашей студии была начальник отдела образовательной поддержки учреждения «Мой бизнес» Анна Ильинична Филиппова. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024» стартовал в Республике Саха-Якутия 14 февраля. В этом году в соревнованиях принимают участие около тысячи конкурсантов и около 800 экспертов-наставников. Это масштабное событие в системе среднего профессионального образования Якутии проводится второй раз и продлится до 30 марта. Сколько компетенций представлено в этом году? Сколько соревновательных площадок у чемпионата? И в чем особенность чемпионата? Об этом и не только наш сегодняшний разговор. Итак, гости нашей студии – это руководитель Центра профессиональных компетенций Института развития профобразования Анастасия Алексеевна Захарова. Добрый день. Добрый день. И преподаватель Якутского педколледжа имени Гоголева, главный эксперт по компетенции дошкольное образование Вероника Валерьевна Майзик. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах нашего радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, Анастасия Алексеевна, первый вопрос я хотела бы адресовать вам. Несколько слов о чемпионате. Сколько в этом году участников и компетенций, и кто вообще является организатором чемпионата? Ну вообще чемпионаты профмастерства, они представляют собой такую некую систему лучших образовательных и производственных технологий и практик, которые тиражируются в рамках системы профобразования по всей стране. Ну у нас получается то, что чемпионат он проходит в двух возрастных категориях. Это основная категория, это студенты и школьники категория, да. Школьники у нас участвуют в возрасте от 14 лет и старше, а основная категория это от 16 лет и старше. Это студенты среднего профессиональных образовательных организаций. В этом году у нас чемпионат, получается, проходит с 14 февраля по 30 марта. Он будет у нас проходить по 150 компетенциям на 30 соревновательных площадках. Ну по сравнению с прошлым годом, это колоссальное такое увеличение, масштабное, да, по количеству компетенций. В этом году у нас там прям размах такой широкий. Участников у нас в целом, если говорить, более 1600 участников, да. Это у нас и конкурсанты около тысячи, эксперты-наставники, главные эксперты, индустриальные эксперты. Это около 800 экспертов, да, получается. И вот основными организаторами у нас является, это, конечно, Министерство образования Республики Саха-Якути и наш Институт развития профессионального образования. В этом году у нас чемпионат проходит по восьми направлениям. Мы вообще как бы сам чемпионат разделили по блокам, да, каждую компетенцию определили тому или иному блоку. Это восемь у нас направлений. И вот буквально вот на той неделе у нас закончился блок информационной и коммуникационной технологии, да. Там проходили у нас по 19 компетенциям. И вот вчера у нас стартовал блок образования, как раз Вероника у нас является главным экспертом по дошкольной компетенции, да. И вот в блоке образования у нас проходят такие компетенции, как это дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, преподавание изобразительного искусства в школе, физическая культура, спорт и фитнес. И две новые компетенции, которые в этом году у нас проходят, это дополнительное образование детей и взрослых и вожатская деятельность. То есть очень много направлений. И все они, я думаю, очень яркие и интересные. А вот какие, на ваш взгляд, есть компетенции, которые, например, направлены на повышение престижа профессии? Или вы считаете, что вообще все компетенции направлены именно на повышение престижа? Ну, можно сказать... Чтобы о них знали, да, чтобы и не интересовались и так далее. Ну, вообще, основной перечень компетенций для проведения регионального этапа, да, он у нас согласовывается и утверждается региональным оператором нашего чемпионата и, как бы, министерства. И вот этот перечень, он выбирается те компетенции, которые востребованы у нас в регионе. Это профессии и специальности, где еще также у нас имеются подтверждения наших работодателей, предоставления вакансий, стажировок, да, по профильному направлению. Также, в принципе, у нас есть еще такие компетенции, которые являются региональными компетенциями, да. Они вот направлены на сохранение традиций и быта народа Саха. Это такие компетенции, как искусство исконского волоса, эксплуатация и обслуживание бурана, изготовление чаронов и гончарное дело. Ну, еще различные такие компетенции, которые именно вот характерны для нашего региона. А где именно проходят и вообще пройдут соревнования, которые еще вот готовятся, да? Сколько площадок и где вот по каким улусам работают? Ну, вообще у нас соревнования будут проходить, я уже выше говорила, да, вначале, то, что это 30 соревновательных площадок у нас в городах и селах республики. Ну, это, конечно же, у нас город Якутск, в Мирном будут проходить, в Нерюнгре, в Алдане будут проходить, в Хандыге, в Нижнем Бестяхе. И в этом году география наша расширилась до арктических районов. Это у нас, да, Жиганск, Тикси, Верхоянск. И там основным организатором вот в этих районах у нас является Центр профессиональной подготовки Арктика. Там пройдут такие компетенции, как эксплуатация и обслуживание бурана, инструктор-проводник и музейный гид. Ну, вот такое расширение сделано специально ведь для удобства тех, кто обучается, чтобы они не отправлялись дальнюю дорогу и так далее. Да, ага, именно вот для арктических районов, да, это чтобы они, допустим, ну, все равно с Тикси, там, с Жиганской, Верхоянска приехать сюда, прилететь в Ликутск, это очень тяжело. Но все равно дети, допустим, студент, который обучается в арктических районах у нас, допустим, в АКНС, да, в Арктическом колледже народов Севера, они как бы приезжают тоже к нам с Черского, участвуют. Но они не так массово, как центральные районы. Хорошо. Вероника Валерьевна, вы являетесь экспертом по компетенции дошкольное образование, да? Расскажите, пожалуйста, про свою компетенцию. Здравствуйте, да, то есть я являюсь главным экспертом в компетенции дошкольное воспитание, и я являюсь главным экспертом в линейке юниоры. То есть мы в этом году проводим соревнования по двум линейкам, это основные и юниоры. И то есть наша компетенция дошкольное воспитание, она у нас как раз-таки, ну, определяет свои определенные знания, умения, навыки, да, и те трудовые функции, которые возлагает на себя воспитатель детей дошкольного возраста, когда работает в детском саду. И, соответственно, целью соревнований по компетенции это является демонстрация определенных практик, демонстрация тех умений, которыми должен обладать человек, который получает специальность такую, как воспитатель. И в этом году мы проводим соревнования по двум линейкам, это основные и юниоры. Основные у нас уже начались с сегодняшнего дня, то есть они уже сегодня вплотную работают, уже выполняют второе задание, приступили сейчас к демонстрации. Там у нас принимает участие шесть участников, это участники Намского педагогического колледжа, Вилюйского профессионального педагогического колледжа и Якутского педагогического колледжа. И в линейке юниора у нас также шесть участников, это школьники из различных муниципалитетов нашей республики. То есть такие районы, как Меган-Кангалаский, Хангалаский, также у нас участвуют Усть-Алданские районы, город Якутск и так далее. И в этом году у нас задание по четырем модулям. Это модуль А. Разработка интегрированного занятия по познавательному развитию с виртуальной экскурсией, с включением экспериментальной или познавательной исследовательской деятельностью и дидактической игрой на ИКТ-оборудование. Это одно такое большое глобальное задание. Оно у нас и у юниоров, и у основных есть у обоих. Модуль В – это организация проведения второй половины дня в детском саду. Модуль В – это работа с родителями, законными представителями и сотрудниками детского сада. То есть там они должны разработать совместный проект детско-родительский и подключить туда воспитателей детского сада. И модуль Г – это разработка и проведение утреннего круга. То есть на самом деле задания такие достаточно глобальные, большие и требуют такой очень серьезной подготовки. И как раз таки, если вернуться к престижу, подключаются индустриальные эксперты. Это представители работодателя, как правило. И там они могут на практике увидеть то, как обучаются студенты. То есть если это основная линейка, мы же, получается, готовим их уже. И работодатель для себя уже какие-то определенные галочки ставит и понимает, что специалисты готовятся в нужном направлении, можно так сказать. Ну, вы назвали очень сложные задания. Я удивилась вот даже для юниоров. А какие ребята принимают участие в соревнованиях? Наверное, те, кто уже ориентированы на эту будущую профессию? Ну да. Школьники, они в основном это те школьники, которые посещают педагогические классы, да, то есть если они имеются в школе. И, соответственно, те школьники, которые в последующем хотят связать свое будущее с данной профессией, то есть они начинают уже подготовку. И уже, считай, с 14 лет начинают потихоньку участвовать. Но, как правило, в первый раз всегда сложно, но потом уже стабильно там некоторые районы уже из года в год привозят участников, которые прямо очень хорошо готовятся. И потом представляют нашу республику уже, ну, отборе, да, на рассеянность. Ну, получается, вот по педагогическому, ну, именно в сфере образования у нас у юниоров самый такой прям топовый район, можно так сказать, да, это Мегина-Кангаласки. Они прям очень усиленно готовятся. Они ежегодно уже несколько раз выезжали на итоговые межрегиональные этапы. И они по всем компетенциям. Преподавание в начальных классах тоже готовят, дошкольные тоже готовят. То есть они так это и муниципальные этапы отборочные тоже у себя, на местах они тоже проводят. Поэтому на самом деле, ну, заявок много, и каждый год их становится больше. То есть если раньше мы там пять рабочих мест, то в последующем у нас уже количество рабочих мест увеличивается. А как давно вы участвуете вот в чемпионатном движении? Ну, вообще в чемпионатном движении мы участвуем с 2016 года, да, когда оно только началось. И вот именно участие в данном движении, оно позволяет нам улучшать качество образования наших студентов, да, ну, и самим нам, как преподавателям, повышать там свои определенные навыки, умения. И, соответственно, наши выпускники, благодаря участию в чемпионатном движении, они знают, узнают все современные тенденции именно дошкольного образования в нашей стране, да, в России. То есть и те образовательные технологии, которые мы начинаем, ну, осваиваем, да, потом включаем в свою работу, они уже используют их в процессе обучения, потом опробируют их уже на практике в дошкольных образовательных организациях. Поэтому, ну, как бы, участие в движении, на самом деле, очень много плюсов. И как для самих участников, как и для нас, преподавателей, когда мы готовим студентов, ну, и, соответственно, для волонтеров, потому что, ну, задействован вообще весь коллектив отделения, и все как одноеденный механизм, ну, работаем, как только начинает чемпионат, все там как улей, в общем, все гудит, все работает, все в курсе всего. Хорошо, у нас поступил телефонный звонок, вы возьмите наушники, пожалуйста, послушаем. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Добрый день. Я вот поддержив участников вот этих чемпионатов, очень приятно слышать, как молодежь, наши дети соревнуются. Я вот как патриот своего УЛУСа хочу спросить, как наши хангаласы участвуют в этом чемпионате? Есть ли у них какие-нибудь такие, как говорится, большие призовые, видные? Мы неплохо об этом осведомлены, поэтому хотелось бы знать, как мой УЛУС участвует в этом чемпионате. Хорошо, спасибо за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Хангалаский УЛУС тоже у нас является одним из лидирующих районов. Они очень много проводят у себя во время муниципального отборочного этапа большое количество компетенций. Также у нас в Хангаласском районе находится наш передовой IT-колледж, это Айтын. И также он у себя проводит такие компетенции, как раз буквально они на той неделе закончили информационные и коммуникационные технологии. И можно сказать, что Хангаласский район, он такой очень активный в чемпионатном движении. И дети очень хорошо себя показывают в чемпионате, имеют призовые места на региональном уровне. Также они выезжают на всероссийские уровни у нас, красноитоговые, отборочные. О том, что Хангаласский район очень активно участвует, я думаю, знают очень многие. Вероника Валерьевна, а вообще каково быть главным экспертом? Мне кажется, это очень большая ответственность. Ну и, соответственно, наверное, вы определенную какую-то подготовку прошли для того, чтобы стать главным экспертом. Да, то есть вообще, ну это на самом деле очень ответственно и довольно-таки сложно, но в целом возможно. Для того, чтобы стать главным экспертом, то есть кандидатуру должен подтвердить менеджер компетенции. Как правило, они подтверждают кандидатуру. Для этого мы проходим обучение, после этого сдаем итоговый тест. И уже на основании этого менеджер компетенции подтверждает кандидатуру главного эксперта. Но на самом деле вся организация чемпионата, ну вот на своей площадке, допустим, в компетенции дошкольного воспитания, она ложится как раз-таки на плечи главного эксперта, потому что здесь одновременно ты работаешь со всеми. Ты работаешь с конкурсантами, с экспертами-наставниками, с индустриальными экспертами. То есть организовываешь, застраиваешь площадку. Все должно быть согласно требованиям, там, инфраструктурному листу. Ну, помимо всего прочего, очень много работы с документами. И вот именно там проверка акта готовности площадки. То есть если площадку приняли, все, это первый этап пройден, уже можно спокойно начинать соревнования. То есть и в конце каждого рабочего дня это работа с цифровой системой оценивания. То есть это все потом туда вносится, блокируется, отправляется. Поэтому на самом деле это очень хлопотно, ответственно, и нужно быть очень внимательным, можно так сказать. Потому что там один недостающий какой-нибудь документ, потом придется там очень много всего переделывать. Но в целом, это еще и очень большой такой хороший опыт. То есть как для самого человека можно попробовать себя в разных областях. И как готовящий преподаватель, и как главный эксперт, который организует. Поэтому в целом, ну это очень ответственно. И как бы, кто насколько хорошо пройдет чемпионат, это тоже зависит от главного эксперта. То есть что потом скажут, там вот на площадке Якутского педколледжа организаторы постарались, главные эксперты отработали хорошо. То есть это тоже очень важно. Ну и для престижа своего образовательного. Мы говорим о том, что региональный этап чемпионата по профмастерству, он продлится с 14 по 30 число. Конечно, хотелось бы знать, какие вообще перспективы открываются именно перед участниками после чемпионата. Для тех ребят, кто стал финалистом. Для ребят у нас получается, для победителей и призеров регионального этапа, у нас будут предложены вакансии о трудоустройстве, потом прохождение стажировок на базе предприятий, партнеров нашего чемпионата. А также это возможность вообще для конкурсантов самих проявить свои навыки и умения. А также, в принципе, по итогам регионального этапа мы формируем расширенную сборную республики Саха-Якутия, которая у нас поедет уже по всей стране, разъедутся в разные даты по своим компетенциям. И там получается на итоговые межрегиональные этапы чемпионата профмастерства, профессионалы. И здесь для ребят это такая большая возможность познакомиться с другими студентами из другого региона, объездить всю страну. Наши студенты, они как бы ездят по всей стране, по разным регионам и знакомятся с другими людьми. И получается, они еще также учатся работать на передовых таких оборудованиях. Это совсем другая материально-техническая база, получается, возможно... Все равно это расширение кругозора, прежде всего, знакомство, это опыт, который уже ничем не заменит. Ну и в завершении, конечно, передачи мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время. Пришли, рассказали о том, как проходит чемпионат, как подготовились наши ребята. Спасибо вам, всего хорошего. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. И в этой части программы мы говорили о региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы 2024». Всего вам самого доброго и до свидания.